Рестлинг для дебилов и голубых. Если смотришь звёздный бой, значит ты не голубой. Звёздные бои на смерть это пластилиновый рестлинг со звёздами и знаменитостями, без правил и ограничений. Впервые это шоу появилось в мультсериале Мультсуши как отдельный маленький сегмент всего лишь, но в итоге разрослось до большого мультсериала и шоу. В первом пилотном эпизоде и в первом сезоне стиль лепки был такой, но в последующих эпизодах стиль уже стал другим, более аккуратным и профессиональным. Вышло 100 эпизодов и 6 сезонов. Всех знаменитостей, которые появлялись на шоу, озвучивали не эти самые знаменитости, а просто актёры озвучивания или озвучания. Но парочка актёров и рестлеры, такие как например Стив Остин, Миг Фолли, он же Рестлер Мэнкайнд, Рестлер Гробовщик и Винс Макмен, которые появлялись в шоу «Звёздные бои на смерть» озвучивали сами себя, так как «Звёздные бои на смерть» это пластилиновый рестлинг. А Майк Джадж, озвучивавший и придумавший персонажей Бивиса и Батхеда в мультсериале, также озвучил их в шоу «Звёздные бои на смерть». Ведущими в шоу «Звёздные бои на смерть» были Джонни Гомес и Ник Даймонд. Кстати, третьим ведущим в третьем сезоне временно стал рестлер Мэнкайнд, и его в нашем переводе называли «Профессионал». Ален Максвелл, озвучивавший ведущего Ника Даймонда, умер в 2008 году, в 77 лет. У нас в России озвучкой «Звёздных боев на смерть» занималась MTV, и именно Сергей Чоннишвили, Мария Трандяйкина и Василий Штрельников, который все американские имена и фамилии всегда выговаривал с американским акцентом. Только иногда Стрельников отключал американский выговор, видимо, забываясь. А однажды в передаче Стрельников вообще сказал фразу по-английски, забыв про русский. Был еще пару раз «Женский голос» от MTV, но я не знаю, кто эта девушка. Позже Чоннишвили из Стрельникова уже не было в шоу, и озвучивал всех мужских персонажей «Лучший голос MTV» Евгений Рыбов. А всех женских персонажей озвучивала Мария Трандяйкина. «У нас даже есть беспроводные телефоны». «Ух, твою ж мать, я б ей в дупо самые гланды». В некоторых эпизодах ее заменял Евгений Рыбов и читал не только мужские роли, но и женские. «С вами Дэби Матонополос, я нахожусь душевой». Сергей Чоннишвили в передаче «Звездные бой и насмерть» однажды выдал такой смех, который можно было услышать на другом краю планеты. В первых сезонах логотип шоу «Celebrity Deathmatch» наши MTVшники локализировали на видео и ставили надпись «Смертельные бои», но с четвертого сезона они забили на это дело. «Это же стероиды, верно?» «Оно полностью натуральное, без побочных...» Наши переводчики иногда своевольно переводили диалоги в «Звездных боев» насмерть. Так, например, в битве между Сигурни Уивер и Линдой Хэмилтон там Сигурни сказала, что якобы Линда снималась в порнофильмах. На самом деле там она говорила про то, что Линда Хэмилтон может дальше сниматься в ТВ-фильмах, которые никто не смотрит, на канале «Лайфтайм». Это потому, что Линда Хэмилтон на самом деле снималась во многих ТВ-фильмах абсолютно проходных. «Ты разрушила мою карьеру!» «Может сняться еще в парочке порнофильмов». Фраза «Кровавых боев и сладких снов» в конце каждого эпизода стала коронной для шоу. «Кровавых боев и сладких снов!» «Желаю вам кровавых боев и сладких снов!» «Кровавых боев и сладких снов!» А также коронной стала фраза «Судьи боев» Милза Лейна «Мачи» или как в оригинале «Let's get it on». «Мачи!» «А теперь мачи!» «Let's get it on!» Также называлась автобиография настоящего актера озвучивания Милза Лейна, который и озвучивал судью по имени Милз Лейн. Он был сначала боксером, а потом стал рефери в боксе. «Let's get it on!» Еще в первом сезоне второго эпизода был бой легендарных Сталлоне и Шварца. «Asta la vista, baby!» «Осторожней, этой штукой можно кого-нибудь ранить!» Во втором сезоне шоу появились вопросы и викторина для постоянных зрителей и фанатов канала в стиле «Как назывался тот прием, которым ударил тот-то боец того-то». «Тот-то того-то тем-то там-то». «Калифорнийский почечный зацеп», «Апендиксный рывок», «Мексиканский печеночный захват». И в мультике однажды даже появился победитель онлайн-викторины. «Кёрк Фозно! Отлично, Кёрк!» Во втором сезоне шоу еще рекламировался музыкальный диск «Звездных боев насмерть». «Компакт-диск «Звездных боев» уже поступил в продажу. Там полно зубодробительных песен от ваших любимых исполнителей». И было также выступление Мерлин Мэнсона, который написал песню для шоу «Звездные бои насмерть» под названием «Astonishing Panorama of End Time, Sucker». Эту песню он и исполнял на шоу «Звездные бои насмерть». Специально для «Звездных боев насмерть» в этом диске было написано два трека. Это от Мерлина Мэнсона и от рэпера Экзибита. Музыкант Моби и актриса Жанин Гаррофула нелестно отзывались о шоу «Звездные бои насмерть» и их мнение вставили в это шоу. «Впервые я увидел «Звездные бои» в Европе. Только насилие. По-моему, это чересчур ненавижу «Звездный бой». А вот барабанщик группы Мотли Крю и бывший муж Памела Андерсон, а также певец Томми Ли очень лестно отзывался о шоу «Звездные бои насмерть». «Мне нравится, просто потрясающе. В жизни не видел ничего более смешного, особенно мультик про меня». Пятый сезон шоу стал их возвращением после отмены. После четвертого сезона прошло аж три года, и шоу вновь вернули в эфир. У ведущих уже появился новый вид и новый немного стиль лепки, и озвучивали их уже другие актеры. А ведущему Нику Даймонду сделали даже сиськи в первом эпизоде пятого сезона для прикола. «Прошло три года с тех пор, как наше шоу отменили, пока зрители добивались нашего возвращения». И, наверное, теперь этим шоу уже занимались полностью другие люди. Во втором эпизоде пятого сезона уже убрали сиськи у Ника Даймонда. «Моя прелесть! Я должна тебя съесть! Подумай о калориях!» И, кстати, я Сергей, и вы на канале «А я люблю людей». Если кто хочет вступить в закрытый чат в Телеграме, то вступайте в спонсоры на канале, заходите во вкладку «Сообщество», и там есть запись о том, как вступить в закрытый чат в Телеграме. Также, если вы патрон на Patreon, то заходите на Patreon, там также я написал, как вступить в закрытый чат в Телеграме. В пятом сезоне также прорекламировали сайт, который на 2021 год уже не работает. «Да, сайт отлично вставляет точка ком, обязательно зайди сюда, там много интересного». А в шестом сезоне шоу появились отсылки на популярные трэш-видео на YouTube, где обезьянка писает сама на себя, где мальчик поет «Нума-нума-е», мальчик ведет себя как джедай со световым мечом, прочее. А до третьего сезона в передаче была репортерша Стейси Корнбрэд, которая брала интервью у участников боев. Но актрису, которая ее озвучивала, уволили. И ее персонажа в конце второго сезона взорвали, вывев из передачи. «Невинная жертва человеческого самовозгорания». Стейси в итоге заменили на Дебби Мотенопулус и Тали Вонг. В 2003 году на ПК вышла игра «Звездные бои насмерть», а в 2015 году MTV планировала возродить шоу, но на 2021 год этого так и не случилось. Про передачу «Дэнди. Новая реальность» я уже ранее рассказывал, делал большой ролик на канале, кто его пропустил, будет ссылка в описании. Но недавно я пересмотрел вновь все выпуски передачи, некоторые даже по несколько раз, и заметил кое-что интересное, о чем хотел бы поделиться с вами. В пилотном эпизоде передачи Супонев озвучивал себя уже поверх, потом в студии, потому что микрофон то ли они подключили петличный, то ли он не работал тогда. «Ваши мамы и папы полюбили Китай за изобилие дешевых товаров и стали оттуда эти приставки возить». Звук у них в пилотном эпизоде записался только на микрофон камеры с эхом помещения. Также только в первом пилотном эпизоде передачи были вставки с говорящим слоном Дэнди. «Я Дэнди, ля-ля!» «Эй, ты про Супер Нинтендо-то забыл?» В последующих передачах голоса у слоненка уже не было, только всякие звуки ужимок. В конце первых выпусков передачи диктор читал в таком стиле, как будто это секс по телефону, а не реклама детских игровых приставок. 245, 19, 96. Новые джойстики для приставки Dendy от 15 сантиметров до 30 с вибрацией и без. Не рвутся и не пахнут. Батарейки не включены в комплект. Также имеются новые двусторонние джойстики, чтобы вы со своим другом могли вместе играть. Однажды Супонев ради смеха и так называемого хайпа пустил слух в передаче Dendy новая реальность, что компьютерные игры войдут в школьную программу и даже что он будет преподавать их. Ходят слухи, что компьютерные игры войдут в школьную программу. Представляете какой подарок к новому учебному году? Ой, какой страшный взрыв. За один такой взрыв можно поставить пятерку. Эти пятерки я и буду ставить вам, когда приеду в школу преподавать компьютерные игры. Чем ты тут занимаешься? Ну-ка бросай немедленно и садись делать Сегу. Уверяю вас, это все случится в очень близком будущем. А перемена в школе, по словам детей, похожа на Mortal Kombat. На какую игру похожа перемена? Ну не знаю, Mortal Kombat, наверное. В передаче Супонев однажды обещал рассказать про игру Super Metroid очень подробно, но этого так и не случилось. Я хорошенько подготовлюсь, разыщу все секреты и в одной из ближайших программ очень подробно и долго расскажу вам об этой игре. Не пропустите. Хотя Супонев говорил, что привык выполнять свои обещания. Я привык и стараюсь выполнять свои обещания. Тем более это мне совершенно ничего не стоит. Некоторые дети держали геймпэд или джойстик абсолютно инопланетянским способом. Не таким классическим, как мы все с вами, а вот так вот. И полились, что они не с этой планетой и являются инопланетянами скрытыми. Таким образом абсолютно невозможно нормально играть в игры, но тем не менее я и видел в своем детстве вот таких инопланетян. Вот некоторые ребята, я видел, играют, держат джойстик как пианино, как-то вот так, сверху, странно, как бутерброд, знаешь, как будто они сейчас хотят его съесть. Ты так держишь? Да. Ну-ка покажи, как ты держишь. Вот так. Почему это? Потому что много клавиш. Шуть, а? Когда открылся очередной магазин Дэнди, бабушка пришла туда просто погулять, чтобы не сидеть дома. И это правильно, когда старшее поколение не сидят постоянно дома, а ходят куда-то погулять. Вы зачем сюда пришли сейчас? А вот Дэнди купить. Себе что ли? Нет, ну внуку. Нет, ну покупаю. Мне кажется, она не хотела покупать приставку внуку на самом деле, так как денег на нее надо было реальных. А далеко не у всех наших пенсионеров и тогда и до сих пор есть реальные деньги. И не каждый пенсионер может купить сейчас новую клейстейшн. Пришла посмотреть. Ну цены вас не пугают, нет? Цены, вот я смотрю цены, все, пришла посмотреть. Ну вы можете позволить это? Как-нибудь. Да не как-нибудь, а с большим удовольствием. Но главное в восторге от покупки бабушке с внуком не забыть сделать одно очень важное дело. Продать почку. Псигнозис. Псигнозис. Помощника Супонева Дениса часто не было в передаче и он не приходил с новыми секретами прохождениями тех или иных игр, потому что был занят своей жизнью, а также игрой в Донки Конг, которая его полностью захватила. Мотивации также у Дениса было крайне мало и, как он сказал в интервью, ему совершенно не платили за эту передачу, а лишь давали бесплатно играть в картриджи. Супоневу и Стиплеру купить дешевую раб детскую силу за картриджи не особо получилось и нужно было все-таки мотивировать, несмотря ни на что, подростка реальными деньгами, тем более которые были очень нужны всем в 90-е. Передача наша подходит к концу, Дениса нет как нет, в следующей нашей программе мы ему, конечно, устроим втык, 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 втык. Денис не появился и в следующий раз мы уж с него живого не слезем, это я вам гарантирую. Да, что-то время нашей передачи уже подходит к концу, а Дениса все нет и нет, нет и нет, нет и нет, нет Денис. Денис! Втык, 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 втык. У тебя даже не видно из-за коробки из-за этой. А после того, как Дениса Панового уволили с работы, за которую ему ни копейки никогда не платили, как он говорил, передаче требовался тот, кто бы наигрывал геймплей игр. Нам очень часто не хватает так профессионально и с душой наигранных игрушек. Всех остальных призываю присылать нам, если, конечно, есть у вас такая возможность, ну, если не видеосъемку вашу, то, по крайней мере, видеокассеты с наигранными играми. Супонев иногда говорил, что это он наигрывал геймплей игр, хотя я уверен, это было совсем не так. Все-таки его побеждает. Смотрите, как это сделал я. Но, как вы понимаете, я двумя руками играть пока еще не научился. Вот все, что сейчас будете видеть, это мои жалкие попытки сделаться военным космическим летчиком. А с 11 выпуска в передаче «Денди. Новая реальность» увеличили количество показываемых картриджей. Поэтому мы увеличиваем резко, пока не очень сильно, но так увеличиваем количество картриджей, которые вам рассказывают в каждой передаче. А примерно с 14 выпуска передачи игры стали показывать иногда дольше. Вы, наверное, заметили, что мы немного дольше показываем теперь игры, потому что в ваших письмах мы сплошь и рядом встречаем один тот же упрек. Вы очень мало показываете саму игру, и мы не успеваем как следует в нее влюбиться. Да влюблять нам не жалко. Зрители писали, что передача очень мало идет, и 30 минут им не хватает. Но почему всего 30 минут? Это очень мало 30 минут. Пролетают они как секунда. Не успеешь расслабиться, после игры сядешь посмотреть Денди ТВ, и уже конец. За 30 минут, по словам Супонима, можно почистить 10 картошек. 30 минут действительно очень малый срок для такой передачи, как наша. За 30 минут можно почистить 10 картошек. А в мире новой реальности 30 минут пролетают как одна секунда. Однажды Супоним на картридже прочитал курдские романсы. Что это было, неизвестно мне до сих пор. Курдиш романсес. Какие-то вот курдские романсы, очевидно. Сейчас мы с вами посмотрим, что это такое. Супоним в передаче «Денди новая реальность» неоднократно хвастался своими знаниями об играх и приставках. Хотя этих знаний у него совершенно не было никогда, он ими хвастался, не до этого. Он точно так же, как и Мэллер, знал, что 8 бит это меньше, чем 16 или 32, ну а в играх он вообще был полный ноль. Еще совсем недавно, когда только начинали нашу передачу, честно говоря, я лично очень плохо разбирался во всех этих игрушках. Сегодня я знаю практически все и даже умею пользоваться Мега Кием. Супонима однажды зритель просил разузнать о компьютере, на котором делают игры для Денди. Но Супоним убил мечту молодого мальчика и его брата делать компьютерные игры, сказав, что это большой и сложный компьютер Silicon Graphics. Где можно достать компьютер, чтобы самому делать игры для 8-битных игрушек? Я очень внимательно проработал вопрос. Хочу тебя расстроить. У тебя в ближайшее время это не получится. Работают они на очень дорогой профессиональной аппаратуре, которая называется Silicon Graphics. Это очень объемистый ящик, очень мощный компьютер с огромным высокоскоростным процессором. Здравствуйте. Вы меня не знаете, но я знаю вас. Хочу поиграть с вами. Самый первый игрок мы обязательно тебе отошли. Так пусть же начнется игра. Упомяну про ошибки Супонима и интересности. Дарта Вейдера Супоним назвал однажды страшный рыбакоп. Видимо, не знал фильма «Звездные войны». На обложке, правда, нарисован страшный рыбакоп. Ничего. Вы рыбаков не боитесь, я тоже. А рыбакопа Супоним назвал электромент. Электромент. То есть, довольно обидно. Хотя позже в передаче Супоним говорил про «Звездные войны» и, наверное, тогда, когда он назвал Дарта Вейдера робокопом каким-то, он все-таки шутил. А может быть, просто не знал на самом деле и лишь только потом посмотрел «Звездные войны». Эта игра называется «Возвращение джедая». Одна из серий потрясающей эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны». Мы с вами посмотрим небольшой фрагмент из этой картины. Герои игры Contra Force, по словам Супонева, без имен. И то, что написано какие-то буквы слева снизу, это, конечно же, не имя. К сожалению, создатели всех Contra, включая и эту, самую последнюю, не удосужились дать своим героям имена. Так и слоняются они по разным уровням, без паспорта и даже без свидетельства о рождении. Суриката Димона из мультика «Король лев» Супонев назвал хомяком. It starts. It starts, говорит маленький хомяк. А львенок Симба у Супонева стал заниматься самбо и научился танцевать самбо. Мы с львенком самбо оказываемся во втором уровне. Наш самбо оказывается во... Но самбо находит выход. Самбо движется вправо по уровню. Персонажи мультика «Симпсоны», «Чекотка» и «Царапка», которые пародируют Тома и Джерри, Супонев перевел как «Чесалкин» и «Ковырялкин». Эта игра называется «Итчи энд скретчи», переводится как «Чесалкин» и «Ковырялкин». Если кто не знает, кого называют «Ковырялками», почитайте в интернете. Не знаю точно, кто это идет, кажется «Чесалкин», а может быть «Ковырялкин». Медведя Йоги, с которым есть одноименная игра, Супонев считал рекламным талисманом компании, которая производит йогурты из-за того, что Йогий похож на йогурт. Йоги Бэр. Наверное, вы встречали его изображение на банках с йогуртом или с джемом. На самом деле, Медведь Йоги – это персонаж анимационной студии Ханна Барбара, с которым был популярный мультсериал в Штатах, никаких йогуртов с ним никогда не было, только выходили однажды хлопья с ним. Но эти детские хлопья, которые утром жрут американцы, выходили, по-моему, со всеми абсолютно персонажами, любых абсолютно мультиков и фильмов. Йоги Бэр. Йоги Бэр. И появляется он очень часто, я сам лично много раз видел, на всяком шоколаде, на йогуртах. Кстати, его имя даже созвучно с йогуртом. Йогурт. Почти йогуртовая мишка. Куда и откуда бежит кефирный медведь. А также в 2010-м с «Медведем Йоги» еще вышел полнометражный анимационный фильм, где также играла Анна Феррис, и если кто пропустил эту детскую хуйню, может посмотреть. У вас что, жар? Дайте я вам лоб губами потрогаю, намного приятнее, чем в попу градусник засовывать. Сцена на дискотеке в игре «Дракон. История Брюса Ли» для Супона... для Супонева оказалась сценой в рыбном ресторане, потому что на дискаче висели декорации рыб. Эта сцена в рыбном ресторане, как видите, заканчивается для него довольно благополучно. По химии у Супонева было два, так как натрий пишется вот так, а не просто «Н». Просто буква «Н» — это азот, а не натрий. Те, у кого по химии не два, наверное, заметили, что в конце этого уровня Бэтмен легко по ходу открывает месторождение углерода, натрия и серы. В игре «Саптырания» вместо топлива Супонев почему-то говорил про кислород. Внимательно следите за состоянием вашего защитного слоя. Отслеживайте наличие кислорода и боеприпасов. На сокрушение этого змееголового урода у вас уйдут все патроны и весь кислород. Но самое главное... Про передачу «Дэнди. Новая реальность» есть большой выпуск на канале. Кто пропустил, ссылка на него есть в описании к этому видео. Также есть про передачу «Рестлинг с Фоменко», кто пропустил. Есть огромное количество роликов на канале, ссылка в описании. Это в самом начале игры. Пошел-ка ты нахуй! Пока! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня в комментариях, так и в патронах на Patreon и в спонсорах на YouTube. Это именно Иво Виес, Кирилл Кусанаги, Сергей Чернов, Лори Лорин, Андрон Андрон и Джек Ньюфорн. Всем огромное спасибо за поддержку. И даже что он будет преподавать их. Третий раз записываю эту хуйну из-за микрофона. Впервые это шоу появилось в одном из эпизодов, как лишь маленькая часть этого серия. Наши переводчики иногда своевольно переводили некоторые речи в звездных боях... В звездных боях на хуй, Иисус! В новую реальность я уже делал большой ролик на канале. Кому интересно, ссылка на него будет... USB 3.0 Не готовил к ней какие-то игры и секреты с прохождениями тех или иных игр. Он был занят своей личной жизнью, а также игрой в Донки Конга. Мотивируется... Про передачу Дэнди новую реальность, как и говорил... Про передачу Дэнди новую реальность... Ха-ха-ха, именно это вы и увидите сегодня!